Сигнализатор Signal XF3, служащий для контроля напряжения сети на предмет отсутствия или наличия его. Выполнен в форму факторе для установки на один рейку. Можно в принципе его установить и на один саморез сверху. Можно просто установить на стену. Соответственно, в нем имеется GSM-модуль с сим-картой. Логика работы его при отключении сетевого питания он оповещает хозяина, владельца SMS и звонком, либо SMS-кой. Может контролировать до трех фаз. Индикатор наличия фазы, индикатор GSM-сети и еще встроенное реле у него имеется. Также имеется встроенный датчик температуры. Вот здесь вот он. По умолчанию он исполнен в таком виде. Если вам нужен выносной датчик, он может быть вот такой. Вот так вот выполнен датчик. Соответственно, он просто будет отсюда выведен. В данном случае он трехметровый. Можно в поле дополнительное сообщение при заказе укажите, если вам требуется выносной датчик. Какой датчик, какой длины он будет и так далее. Итак, соответственно, сигнализатор контролирует напряжение сети. И при отключении его переходит на аккумулятор, сообщает владельцу о данном факте. Соответственно, имеется реле, которое можно управлять через SMS-команды. То есть включать-выключать. Можно по времени это делать. Включать-выключать реле. И датчик температуры, соответственно, контролирует температуру либо просто, как в данном варианте, просто температуру окружающей среды рядом, либо вынесенной по желанию заказчика. Вот такой вариант. Мы перешли в подвальное помещение. Здесь у нас щит. В щите установлен сигнал, сигнализатор сигнал XF3. Сим-карта установлена. Питание включено. Индикаторы FAS все горят. Соответственно, индикатор GSM-сеть также горит. Реле погашен. Сейчас мы попробуем сымитировать отключение электроэнергии. Посмотрим, что будет. Он должен перейти на аккумулятор. Во-первых, должны индикаторы FAS погаснуть. Перейти на аккумулятор, отправить SMS и дозвониться. Смотрим. Индикаторы FAS погасли. Сейчас должно прийти SMS. Да, вот пришло SMS. Фаза ABS отключена. Сейчас должен позвонить. Да, вот звонок. Отобьем этот вызов. Соответственно, тут посмотрим. Вот SMS. Фаза ABC отключена. Включим. Посмотрим, что будет. Включаю. При включении он не сразу отправляет, а через 15 секунд. При отключении задержки нет. Ну, практически нет. Там одна секунда. Отправляется SMS. При включении же контроллер ожидает 15 секунд, чтобы не отправлять на кратковременные какие-то скачки. При включении 15 секунд ждет. Если сеть устойчиво появилась, отправляет SMS, что сеть восстановлена. Индикаторы загорели. Сейчас должна прийти SMS. Пришла SMS. Фаза ABC восстановлена. Можно поставить на контроль и снять как звонком и SMS командой. Соответственно, если вы поставите на контроль сигнал, сигнализатор SMS командой, то в ответ вы будете получать только SMS. Если вы поставите на контроль звонком, соответственно, то в ответ вы будете получать и звонки, и SMS. Если вам очень важно знать, и вы готовы вставать 3 часа ночи при отключении электроэнергии, то ставьте на контроль звонком. Соответственно, вам будет дозваниваться. Вы не пропустите ничего. Если вам не надо, в 3 часа ночи не хочется вставать, то лучше SMS командой ставить на контроль. Какие функции еще есть? Есть реле. Допустим, кратковременно нажимаем, включается реле, и приходит SMS-отчет. Задержался SMS-отчет. Реле включено. Пришло SMS-сообщение. Кроме этого, можно нажать и удерживать более 15 секунд кнопку режим. В ответ должна температура прийти и отчет о состоянии устройства. Отпускаем, ждем. Пришел отчет. Фаза на контроле. Фаза ABC-норм. Реле 1. 1. Это значит в состоянии включено. 0 отключено. Баланс 4. Это значит 4 рубля. Сигнал 12. Это GSM-сеть. 12. Уровень сигнала от 0 до 31. Измеряется сигнал 12. Не очень хороший. Ну, здесь подвальное помещение. Ну, довольно-таки рабоспособная сеть. Сеть, соответственно, работает от сети, а не от аккумулятора. И далее. Пришла SMS-температура 27 градусов. То есть, датчик температуры. Измерил температуру. Также в любой момент можно запросить температуру. Отправляем команду TEMP и ждем, пока нам ответит контроллер. Также и инфу можно запросить. Вот то, что пришло. То же самое. Инфо отправляем. Четыре буквы инфо в ответ должно прийти сообщение о состоянии. Сообщение доставлено. Сейчас ждем ответа сообщения о температуре. А вот оно пришло опять. Температура 27 градусов. Дальше. Снимаем с контроля. Если вы, допустим, вам не надо контролировать, я не знаю, летом или просто не надо контролировать напряжение, питание, наличие, отправляем команду OFF. Постановка ON, команда, снятие OFF. Можно также звонком. Это сделать. Вот она снялась с контроля, дважды пискнула, индикаторы вообще погасли, не горят. индикаторы ФАС. Сейчас в ответ должно прийти сообщение о снятии с контроля. Притом, контроль температуры и реле, оно неотключаемо и будет работать в любом случае. Вот пришло СМС, контроль ФАС отключен. Все, система не контролирует отключение, можно выключить питание, СМС и звонков не будет. В общем-то, кратко о системе, работе в системе вот так я вам и наложил. На этом все.